здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказал о том что в период когда рынок падает лучше всего зарабатывать на срочном рынке и это прекрасное время для того чтобы начать зарабатывать на срочном рынке но в комментарии к этому видео мне один человек написал и очень правильно написал юра что ты делаешь срочный рынок это очень очень рискованная вещь поэтому не надо туда тащить людей он право абсолютно срочный рынок это действительно очень рискованная вещь поэтому я вам рекомендую если вы не понимаете о чем и не поймете о чем я сейчас буду рассказывать в этом видео лучше не суетесь туда и в конце этого видео я расскажу о рисках а сейчас я хочу рассказать о том что же делать на срочном рынке и вот еще один вопрос как бы момент кто-то мне спросил в комментариях к прошлому видео юра но вот на срочный рынок мы перейдем а что же там покупать или продавать а вот покупать или продавать там надо не какой-нибудь конкретный инструмент а стратегию вот что я имел ввиду и как раз когда мы покупаем стратегию особенно на опционах мы рискуем как раз очень очень мало на самом деле поэтому я вот сейчас хочу прямо вкратце рассказать стратегию которая дает нам при минимальном риске совершенно шикарные условия и мы почти наверняка заработаем вот об этом почти я расскажу в конце данного видео поэтому досмотрите пожалуйста до конца и так стратегия которая позволяет практически наверняка иметь прибыль практически при любых условиях рынка и так мы уже знаем что га на покупку или продажу фьючерса любого на срочном рынке практически в точности совпадает с га на продажу опциона с центральным страйком ну это очевидно и достаточно понятно здесь вопросов нет вообще поэтому мы берем и заводим туда тройное го которые мы хотим ну как бы сказать с которым мы хотим работать и что мы делаем мы продаем одновременно два опциона put и call на центральном страйке вот он страйк и мы проводим вот эту линию вверх и мы продаем одновременно как я сказал опционы put и call у нас получается вот примерно такая картина вот это вот центральный страйк и вот здесь вот суммарная премия за позиции проданные опционы put и call посмотрите мы уже получили вот эту вот двойную премию и ну давайте о величинах уже я посмотрел буквально сегодня что ну во первых мы знаем уже что до на покупку или продажу одного фьючерса на нефти составляет примерно 5000 рублей поэтому значит минимальная сумма которая требуется для этой стратегии 15 тысяч рублей и премия которая на премии на продажу опциона на центральном страйке с экспирацией через месяц составляет примерно я посмотрел это проверил 2 доллара поэтому если мы продаем одновременно два опциона put и call то мы получаем 4 доллара за каждый баррель нефти один опцион это 10 баррелей нефти то есть мы получаем 40 долларов но они пока еще не наши они пока еще условные и они станут наши на момент экспирации если цена не сдвинулась с места в течение месяца мы помним да что экспирация через месяц но скорее всего этого не произойдет как вы понимаете и цена уйдет то есть смотрите еще раз вот мы вложили сюда 15 тысяч рублей мы получаем за это вот за эту конструкцию 40 долларов получается 40 умножаем на 62 равно 2480 рублей мы можем получить если цена не сдвинется 2480 рублей я делю на 15 тысяч рублей получаю 16 процентов доходность вот от данной ситуации если цена не изменилась но цена наверняка будет меняться и в любую сторону куда бы она не начала меняться от начальной цены мы начинаем вот если сюда или сюда цена скат мы начинаем скатываться вот по этой вот с горы и вот это скатывание в любую сторону получается в данный момент ведет к уменьшению нашей потенциальной прибыли и если мы докатимся вот до этой черты то мы продолжаем катиться ниже мы уже попадаем в состоянии убытков поэтому конечно же нам надо ограничить нашу прибыль вот все что выше это наша прибыль все что выше это наша прибыль но а все что ниже то соответственно наши убытки вот поэтому да и эта прибыль будет наша на момент экспирации поэтому поэтому давайте-ка мы ограничим нашу прибыль для этого мы делаем наши убытки на самом деле потенциально для этого мы делаем следующее мы вот здесь вот где-то посередине проводим линию вот так и вот здесь мы фиксируем вот она вот будет наша прибыль вот нам достаточно столько потому что но 16 процентов за месяц извините это ну жирно на самом деле если считать например 24 процента годовых то это будет два процента в месяц то мы можем зафиксировать ну вот буквально здесь где-то мы фиксируем где-то посередине смотрите мы фиксируем берем делаем проекцию вот сюда и делаем проекцию вот сюда вот и вот здесь вот на этой цене мы ставим что мы ставим мы ставим стоп лимит на покупку фьючерса для этого нам нужно было тройное гао вот здесь 1 гао здесь 2 гао здесь 3 гао на покупку фьючерса это третий инструмент смотрите мы стоп лимит на бай а вот здесь вот у нас будет стоп лимит насел это понятно все смотрите что получается как только наша цена уходит сторону она почти наверняка уйдет куда-то в сторону начнет наша прибыль уменьшаться и соответствующий опцион если в сторону если цена будет увеличиваться то наш опцион проданный колл начинает генерировать убытки если цена в эту сторону то проданный опцион пут начинает генерировать убытки все мы ограничиваем эти убытки мы вот здесь вот стоп лимитом покупаем соответствующий фьючерс и что мы получаем посмотрите вот она вот я провожу вот так вот линию вот он наш фьючерс посмотрите вот так вот я его и я продолжаю его сюда до бесконечности почему потому что посмотрите вот наша конструкция вот цена дошла сюда и наш проданный опцион колл значит продолжает генерировать убытки но купленная фьючерс начинает компенсировать эти убытки прибылью и поэтому вот уже новая наша позиция получается вот такая посмотрите вот такая получается позиция вот эти два графика складываются и получается что у нас идет прямая линия мы ограничили наши ну в данном случае убытки которые здесь идут и до каких пор она будет прямая ровно до середины до того центрального страйка когда мы купили данную стратегию что здесь лучше сделать но мы здесь есть варианты на самом деле мы можем либо обрубить вот это плечо то есть мы можем закрыть выкупить опцион колл который у нас находится в убытке и одновременно с этим продать наш фьючерс все и мы уже вот она наша прибыль проданный опцион путь можно не продавать а мы можем здесь снова продать еще один опцион колл потому что центральный страйк уже вот он и мы здесь можем его продать и продолжить уже данную стратегию дальше но мы приподнимаемся вот сюда то есть мы вот эту вот прибыль мы уже гарантированно получили и мы можем ее немножечко увеличить продолжив а можем закрыть вообще всю стратегию и начать все заново вот но если мы продаем всю стратегию то но мы потеряем еще немножечко на выкупе опциона put потому что у него будет какая-то еще временная стоимость но смотрите вот здесь вот в данный момент посмотрите сейчас я попытаюсь нарисовать так сейчас я наверное цвет поменяю вот посмотрите как какая ситуация получается вот у нас линия идет вот так вот и вот с этого момента уже мы начинаем уходить в минус вот сюда вот почему потому что с этого момента наш проданный опцион put начинает генерировать убытки поэтому поэтому в данный момент после того как вот это вот ситуация сработала мы вот этот вот стоп лимит на sell что делаем передвигаем мы его передвигаем куда вот сюда вот вот сюда мы передвигаем стоп лимит на sell вот он и поэтому значит когда у нас вот все значит мы ничего не закрыли у нас появляется здесь мы просто вот вот здесь вот здесь у нас уже появляется стоп-лимит на сел срабатывает и мы зафиксировали нашу прибыль и и и дальше уже опять же мы зафиксировали нашу прибыль вот на этом уровне потому что посмотрите ну давайте я уже сказать сделаю это до конца ой так рисую еще одну линию вот так прекрасно получилось теперь посмотрите если цена уходит сюда то у нас вот она прямая линия то есть мы фиксируем вот вот здесь вот вот в этом диапазоне если произойдет экспирация то наша прибыль зафиксирована если нет то соответственно но мы продолжаем как бы вот эти действия здесь мы можем управлять данными позициями данной стратегии вот собственно говоря все хула вот такая прекрасная незамысловатая стратегия таких стратегий может быть масса они зависят от того какая ситуация на рынке но данная стратегия позволяет там 20-30 процентов годовых стабильно получать на срочном рынке и ну если вы видите здесь какие-то изъяны то напишите мне пожалуйста если вы видите что я что-то упустил ну а сейчас я хочу рассказать про про что про риски конечно же потому что смотрите когда мы вот здесь вот вначале ставили стоп лимиты на ссыл и на бай то все великолепно дело в том что но ликвидность на фьючерсах она колоссальная и наверняка эти стоп лимиты сработают но они сработают у кого если они грамотно поставлены о том как грамотно поставить стоп лимиты я вот буквально гвоздями в голову убивал людям на курсе биржа для чайника просто гвоздями я два часа об этом говорил чтобы стоп лимиты не слетели у вас не проскользнули чтобы у вас не оказалось что условия сработала стоп лимит не сработала у вас убытки это первое второе смотрите что происходит если например в течение дня если вы захотите вот здесь вот где-то вот поставить стоп лимит и цена скакнула сюда у вас сработал вот этот вот стоп лимит на boy да на buy он сработал хорошо вон у вас сделал вот у вас зафиксировалось как бы ограничение убытков но цена резко пошла вот в эту сторону и вот с этого момента она уже пошла что у нас buy вот этот вот фьючерс начинает генерировать убытки и одновременно начинает вот с этого момента генерировать убытки проданный опцион put если вы не уследили не передвинули вот этот вот стоп лимит насел понимаете это очень четко надо делать следить за данной позиции если вы не уследили то у вас с двойной скоростью начинает с двойной скоростью вы начинаете уходить в убытки и соответственно не доходя до вот этого стоп лимита вы уже находитесь в убытках поэтому здесь надо отслеживать это ну вот как бы 1 вы смотрите первый риск вы неправильно поставили стоп лимит второй риск значит вы сделали стратегию думаете что все будет хорошо не смотрите за ней но здесь риск конечно минимальный скорее всего вы будете смотреть поэтому скорее всего вы будете думать ну кто знает если вы просто рассчитываете что все дотянет до экспирации то в общем сказать вы рискуете вы рискуете вот этим сам то есть вы вот это вот стоп лимит надо вовремя передвинуть а лучше закрыть ну закрыть не получится на самом деле придется терпеть до экспирации потому что если вы закрываете то вы опять же уменьшаете свою прибыль ну как бы собственно здесь риски дальше уже риски да в общем то никакие на самом деле да и еще надо понимать что надо выбирать ликвидные активы смотрите вот когда мы закрываем позиции то надо закрывать вот вот это вот вот в этот момент когда мы закрываем мы начинаем с того что мы выкупаем проданный опцион call потому что на проданном опционе на ликвидность очень низкая когда он не на центральном страйке это мы знаем поэтому но у нас зато есть время вот пока цена не сдвинулась вот до сих пор мы продая выкупаем вот этот вот вот эту вот веточку выкупаем и как только нам это удается мы соответственно гасим соответствующий фьючерс все мы обрубаем и мы можем начать вот эту веточку вот эту веточку правую самого начала левую веточку зачем нам выкупать потому что она у нас в прибыли то есть мы можем начать сначала и продолжить тем самым увеличив прибыль вот такая стратегия ну а если вы ничего не поняли значит о том как рассказывать как ставить стоп лимиты грамотно я рассказываю на курсе биржи для чайников о том как ставить вот эти опционы как понимать если вы вообще ничего не поняли то я как раз вот именно об этом все вот эти вот нюансы что такое гонок купленных опционах на проданных опционах что такое опционы вообще как их продавать там еще есть масса других стратегий что такое временная стоимость временной распад что такое дельта дельта хеджирования и так далее я планирую рассказывать на том курсе который планируется по опционам вы поняли да что с чем придется столкнуться я постараюсь максимально доходчиво как всегда объяснить но те кто прошел курс биржа для чайников но почти наверняка поймут те кто не прошел курс биржа для чайников но считает себя вполне в состоянии но пожалуйста это стратегии вот эти стратегии вполне допустимо ну а если вы просто хотите там купить или продать фьючерс на этом спекулировать то смотрите в любой момент когда бы вы не купили фьючерс да если вы угадали с тем куда пойдет цена ваша прибыль не ограничена но если вы не угадали то ваши убытки точно также не ограничены здесь мы получаем изначально прибыль и следим за тем чтобы она не уменьшилась осталось в положительной области вы видите что это сделать вполне вполне возможно и на этом можно заработать ну вот здесь ну 16 процентов конечно же не получится если получится 44 процента в месяц 4 процента в месяц умножаем на 12 месяцев получается 48 процентов годовых что вполне допустимо и я считаю что вот эти знания которые я дам на курсе по опционам они вполне заслуживают того чтобы за них заплатить и вот на моем сайте димитков юр точка ком появится соответствующая кнопочка это соответствующая кнопочка это будет предварительная запись на курс по опционам который начнется но ориентировочно я думаю что через месяц я хочу сейчас начать предварительный сбор заявочек для тех кто прошел курс биржа для чайников цена будет ну как минимум в два раза ниже чем для тех кто не прошел курс биржа для чайников тем кто прошел курс биржи для чайников я на почту вышлю специально предложение с специальным ну как бы со специальными ценами контролировать это естественно я буду через у меня есть база данных на всех кто купил курс биржи для чайников поэтому если вы я знаю что есть пиратские какие-то курсы которые продают значит там ворованные если вы купили ворованные вы лишаетесь поддержки в чате которая будет естественно на курс по опционам и естественно то вы купите опцион курс по опционам по полной цене ну что делать вот либо вы попытаетесь украсть его но это будет крайне затруднительно я вам точно говорю потому что но потому что он будет ограничены вот на этом все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк надеюсь что вы поняли о чем шла речь на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи